Абсолютно очевидно, что при этом резко ухудшилась политическая ситуация в мире. Мы это хорошо видим по тому расколу, который образовался по Сирии. Мы хорошо понимаем, что в тех же Соединенных Штатах Америки понимают, насколько неприятен этот раскол. Они прекрасно понимают, что в Сирии, если они нанесут удар по Асаду, они поддержат не просто те же самые силы, но тех же самых людей, которых они пытаются истребить в Афганистане, в Ираке и в Йемене. И, в общем, хорошего выхода уже нет. Можно сказать по этому поводу примерно так же, как сказал Бжезинский, когда ему спросили, впрямую задали констатацию того, с кем и за кого США, он ответил честно. А вы что, видите лучший выход? И проблема состоит в том, что Соединенные Штаты Америки уже больше не имеют возможности выбора. Их обстоятельства, ну или враги, но это примерно одно и то же в данном конкретном случае, вводят уже в ситуацию полной безнадежности. Это слабость. Как сказал один мой знакомый, когда мы с ним обсуждали ситуацию в Сирии и в других странах в конце прошлой недели, какую страну сливают сволочи. На самом деле, до безумия напоминает СССР 89-90-го годов, когда уже нету никаких хороших выходов. Я уже говорил, что с точки зрения будущего, оба варианта для Соединенных Штатов Америки являются крайне неприятными. А с точки зрения экономической, это абсолютно естественно, по очень простой причине. Дело в том, что этот раскол и позиции по Сирии на самом деле представляет собой глубокий раскол, как бы такая тень следствия очень глубокого раскола в мировой финансовой элите. Есть группировка, для которой принципиально важно, чтобы сохранялось статус-кво, чтобы не появлялось альтернативных центров силы, чтобы не мог активно выступить на мировом пространстве Иран. Эти силы прекрасно понимают, что если будет нанесен удар по Сирии, то Иран вступит и значит появится возможность завязать на Ближнем Востоке полномасштабную войну, на которую списать весь кризис. Типа мы тут ни при чем, это вот они гады. Или же если не ударить, то в мире на передний план начнут выходить альтернативные Соединенные Штатами Америки силы. И тогда современной финансовой системе придет конец. Английский парламент проголосовал против операции в Сирии, потому что очень условно можно сказать так, что те, кто хочет нанести удар по Сирии, я уже об этом говорил, это те, кто хочет сохранить статус-кво. Это крупные финансисты, вообще как бы вот такая вот наднациональная часть финансовой элиты и это международная бюрократия. И соответственно НАТОвская, и МВФовская, и Евросоюзовская и так далее. Им главное сохранить статус-кво, они готовы наносить удары. А вот национально ориентированный бизнес, что в Европе, что в Соединенных Штатах Америки, удар наносить не хочет, потому что это неминуемо вызовет у него серьезные проблемы. А нарисовать благостную картинку невозможно, потому что идет отчаянная драка, вот я говорил, двух, на самом деле даже не двух, а трех команд. И каждый из них понимает, одна из них уже сегодня слабее, чем другие, и по этой причине она не может не драться. Вообще, когда есть три команды, то одна из них всегда слабее, чем другие, поэтому она будет драться, иначе она просто исчезнет. Вот, а что касается Третьей мировой войны, то и вот одна из этих сил, это вот МВФ, международные финансисты, очень хотят Третью мировую войну. И все делают для того, чтобы ее разжечь. Нужно отдавать себе в этом отчет. Ну вот тут уж никуда не денешься. Ну вот жизнь такая. Я думаю, что у Ирана есть масса возможностей, но нужно понимать, Иран это государство, которое крайне договороспособное, крайне очень грамотно ведущую свою политику, и главное, реально независимое сегодня. То есть оно принимает решения, исходя из своих собственных интересов. Там элита не куплена. Там есть разные фракции в элите, но в общем и целом они принимают решения самостоятельно. Иран в этом смысле удивительное государство. Причем оно таким стало в результате, как бы, некоторых очень сложных процессов в мировой политике. И уж разумеется, они не будут выступать на мировой арене в качестве агрессора. Они уже сказали, что атаку на Сирию они воспринимают как объявление войны себе. И в этом смысле, если удар по Сирии будет нанесен, они, конечно, примут некоторые меры. Но я продумаю, что не по Саудовской Аравии они будут удар наносить, а по Израилю. Ну, очевидно совершенно. Еще раз повторю, те силы, которые хотят войну, они не могут себе позволить ждать, там, хлопать ушами или еще чего-то. У них ситуация аховая. Если они этого не сделают... У них сейчас есть две задачи. Организовать войну и назначить Саммерс на место руководителя Федеральной резервной системы США вместо Бернанки. Вот это две задачи, которые они должны решить обязательно. Причем решение одной из них приближает решение другой. Так что вот из этого нужно исходить. Современная финансовая система, построенная на долларе, устроена так, что чем дальше от эмиссионного центра, то есть от США, тем больше платишь ренту такую постоянную в виде процентов за кредиты. Так что я не вижу тут никаких. Другое дело, что это уже долго не получается. Я говорил также о том, что мировая финансовая элита, для которой эту ренту получать принципиально, категорически не желает, чтобы эта система разрушалась. И прилагает, и выпрыгивает из штанов для того, чтобы развязать, ну, может быть, не Третью мировую войну, но крупную региональную войну, чтобы на нее списать все свои обиды и все свои долги. А, ну, если списать и кризис, то и долги удастся списать. Может быть, за счет высокой инфляции, может быть, еще чего-нибудь. Это, в общем, уже техника. Вы же понимаете, что во всех договорах, там же четко и внятно написано, что есть пункт о форс-мажоре. Война относится к форс-мажору. Все. А уж как ваш конкретный долг приписать именно к этой войне, ну, это скорее техника, чем. Если мы посмотрим на ситуацию глобально, вот, с учетом Сирии, с учетом Китая, с учетом тех проблем, которые в Евросоюзе, а я считаю, что, ну, может быть, не следом за Сирией, но через одну-две страны гражданскую войну устроят в Евросоюзе, потому что там тоже нужно списать падение жизненного уровня населения на что-то. И кого там будут резать, это вопрос отдельный, но кого-то будут, причем в большинстве стран. Я даже не исключаю, что там кое-где начнутся войны, например, на Балканах, потому что после ухода США весь тот искусственный мир, который там устроили, он будет разодран железной рукой.